Возьмите Володю Зеленского, как к своему ребенку относился, вот это Александр Горчков, вот это, это, я к нему относился по-человечески, помогал, ну я понимал конфликт там, он не любит там, Путина не понимает, Путин там жестко поставил себя, а я между ними уже бегал, думаю, ну все-таки, ну мы же втроем, ну мы же славяне, пытался все сделать. Я ехал туда, Порошенко, он, я их убеждал всех, с кем только я не встречался, с Турчиновым даже, давайте вот так сделаем так, я делал это все, ну, как человек опытный, понимающий, и я не лезлю в свое дело, когда меня просили, я приводил пример по Донбассу, когда мы с Путиным переговоры вели, в Красной Поляне зимой на лыжах покатались, сели, обедаем, вот он сидит, задумался по Украине. Я говорю, ну с Украиной надо что-то делать, все-таки наши люди и прочее, ну а ты как думаешь? Ну я начал рассказывать ему, свою точку зрения излагать, после Добальцева, помнишь, когда там мясорубка? Да, да, котел. Ну что и как, люди, общие, все, обижаем, он говорит, передай Порошенко, я готов сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь в Донбассе. Мы найдем деньги, чтобы люди достойно нормально жили. Условия? Просто выборы надо было провести, нормально провести выборы. Слушай, местные органы власти сегодня провели выборы, завтра, послезавтра новое поколение пройдет и все забудется. Фашисты уничтожили тут 30 миллионов человек, но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен. Мы понимаем сейчас кому. Вот моя патриархия. Потому что я был вовлечен в эти все процессы. И погружен был серьезно в них. И правильно вы сказали, не воевать надо со мной. Вы посмотрите, вот у нас не было вот этого санкционной драки. Несколько лет. И Минский процесс здесь вот просто на этих метрах. И люди собрались. И ну какое-то святое место. Но Минск заменил Хельсинки фактически. Да, совершенно верно. Пошел нормальный процесс. Так я же видел это все. Они там друг друга, как у нас говорят, тузали за воротник, за волосы хватались. А я ведь со стороны видел это все. И тогда Порошенко потянул руки. Рад был, что это закончилось договором здесь, в Минске. Почему не выполняется? Притом элементарно. Я говорю как глава государства. Это элементарно. Сделать то, что договорились здесь уже при Порошенко. Зеленский уже забыл бы, что такое Донбасс. Забыл бы. Нет. Отмашку не дали. Команду дали. Вперед, фас и пошло. Поэтому торпедируется. Вчера сообщили военную Украину. Сегодня надо Минский формат заменить на какой-то другой, где будут главными Соединенные Штаты Америки. Игорь, где Соединенные Штаты Америки? А где этот Донбасс? Да, американцам, я и сам говорил тогда, не будет ничего, когда Минские соглашения начали торпедировать. Я публично сказал, не будет ничего. Почему? Потому что надо американцев заставить, чтобы они Минские соглашения подписали. Чтобы они были в этом процессе. Потому что украинцы уже тогда при Порошенко плясали под дудку американцев. Так оно и произошло. Но никак не могут быть тут американцы главными и верховодить этим процессом. Это не их конфликт. Это наш конфликт. Мы его должны разрулить. И война сегодня в Донбассе, всегда говорил Володя Зеленскому и Порошенко, у тебя, Петро, у тебя война идет. Что ты Путина обвиняешь? Не важно, кто виноват. Отбрось это все. Но война идет у тебя. У тебя вот-вот за забором. Это твоя страна. Ты должен быть заинтересован делать хоть маленькие шаги к стабилизации, чтобы люди жили нормально. Нет. И не потому, что они глупые. Но потому, что ими управляют. Поэтому и не складывается Минский процесс. Если бы завтра американцы сказали, так, подписал в Минске, договор есть, выполняй. Они бы быстро его выполнили.